Орхот Хаим Должен помнить о дне своей смерти И взять с собой в дорогу багаж И то, что мы учим То, как рабыну Ашер передает урок Как человеку жить, постоянно представляя перед собой своего Творца И так как мы учим для того, чтобы исполнять А не для того, чтобы называться рабинами, важными людьми и так далее Мы говорим, как человеку нужно помнить о дне, когда он оставит этот мир И подготовить себе пропитание в дорогу Пусть мысли об этом будут постоянно с вами Чтобы вы были готовы к дню расставания Рамбам, комментируя по учению отцов, пишет Понимание оттуда того, откуда пришел человек Приведет его к смирению и к скромности А сознание своего конца приведет человека К презрению, ко всем удовольствиям этого мира А понимание величия Творца, давшему ему заповеди Приведет к тому, что человек поспешит их исполнять И если он осознает эти три вещи То вообще никогда не нарушит волю Творца Это то, что учит по учениях отцов Акавия бен Малалей Знай, откуда ты пришел, куда ты идешь И перед кем тебе в будущем предстоит давать отчет И стоять на суде И после того, как мы прочитали эти важные слова Я хочу сказать лучший пример для человека Впустить в свое сердце эти слова Когда он видел тех людей Которые буквально живут по этим законам И я открою свое Что когда я в 79 году в октябре оставил Москву О чем я думал в самолете О чем я просил Творца Чтобы мне послали учителя И уже в Вене Равин Сахнута В замке Шинау Дал мне телефон русскоязычного Равина Потом я вспомнил, что это был Равинс как Зильбер Но записку я потерял Перелет Большие проблемы с устройством на новом месте В новой атмосфере Столько было евреев из России Что одна аргентинская девушка сказала Зачем они живут здесь? Они же так хорошо знают еврит Она не поняла, что это был русский язык Так вот Я потерял эту записку И через два месяца ко мне пришли Мои в будущем самые близкие друзья Рав Александр Айзенштадт и Рав Шимон Познер Что память о празднике была благословенна И привели меня к моему учителю Раву Ицкаку Зильберу И он стал учителем моим Учителем по жизни на 25 лет А еще через 4 года Завершив очередной круг Жизни Я встретил второго своего учителя Гаона Рав Мойши Шапира И у него в Колеле я учился 7 лет И по его совету я полетел в Москву В только-только организующуюся Тогда это называлось Бейт Мидраж А сейчас это известное во всем мире И Шива Торад Хаим в Москве Выпускники которой известны во всем мире Так вот Я сейчас могу подвести итоги Что как Творец слышит молитву каждого человека Заслужить иметь таких учителей Это действительно может быть Самый главный выигрышный билет жизни Как жить Чтобы быть похожим на них На вот этих Великих праведников Еврейского народа Я Когда Готовил урок Я Выписал из трактата И вам от 96 лист Выражение которое Сугия Вопрос который обсуждается В Талмуде Раби Лазар Сказал Дал урок И не сказал И что это он выучил От своего учителя Раби Йоханана Но Ведь так Делал Йошо Йошо Бен Нун Он сидел И обучал Торе И не говорил Что все это он получил От своего учителя Моше И все знают Что он Все это слышал От Моше Почему же Так был требователь К нему Раби Йоханан Что Раби Лазар Бен Пдад Не сказал От его имени И это То что Сказал Раби Иуда Сказал Рав Как написано Агура Беоалейха Оламим Я буду Проживать В твоих Шатрах В двух Мирах Так написано В шестьдесят Первом Псалме Но разве Может человек Одновременно Жить В двух Мирах И это Строка Из псалма Царя Давида В которую Он просит Перед Творцом Чтобы Произносили Слова Торы От моего Имени В этом Мире И тогда Эти слова Будут И в этом Мире И в будущем И это То что Сказал Раби Йоханан От имени Раби Шимона Бар Йохая Каждый Еврейский Мудрец От имени Которого Произносят Слова Торы В этом Мире Его губы Шевелятся В могиле То есть Вот это Шевелятся Губы Спящих Спящих Могилей И приводит Алмуд Пример Это Как сосуд В котором Бродит Вино И слышно Как оно Бродит Так Губы Еврейских Мудрецов Когда От их Имени Говорят Слова Торы Шевелятся В могиле И Я хочу Поделиться С вами Один Из Уроков Который Давал Гаон Равмыш Шапира Он Говорил О том Какое Различие В понимании Мира Между Нами И Греками Он Говорил На Святом Языке Когда мы Пишем Царство Греков Это Яван Греки Смотрят На Мир И Говорят Это Одна Из Кфирот Отрицаний Веры Греков То Что Мир Был Всегда Это Как Галь Галь Как Круг Которого Есть Заведенные Законы Которые Не Могут Меняться Какое Чудо Если Чудо Это Воображение Этого Не Может Быть Галь Все У Всего Есть Причина Следственная Связь Мир Существует Всегда А дальше Слабые Люди Придумали Себе Неких Некие Высшие Силы Которые Управляют А сильному Человеку С великим Разумом Это Не Нужно И Вот В этом Полное Противоречие То Что Открыл Наш Пратец Авраам Он Увидел Весь Мир Как будто Объят Пламенем Все Теряет Форму Приобретает Форму Но Весь Мир Куда-то Устремлен Кто-то Управляет Всем Движением Всех Миров Галактик Планет Созвездий И Управляет Всем Что Происходит В мире И Только У Человека Человеку Дано Право Выбора Потому Что Он Сотворен Бетцелем Элуким Поподобию На Всесильного И То Что Мы Уже Цитировали Сотворен Человек Вейейцер Двумя Юдами Творение Для этого Мира И То Что Он Может Заработать Выполнив Своё Назначение Получить Своё Место В Будущем Мире Так Вот То Что Мы Выучили То Что Объясняет Гаон Равмыша Шапира В Эм Первом Слове Торы Уже Было Отрицание Веры То Есть Идолопоклонство Как Он Говорит Это Служение Атеизму То Служение Без Веры Поклонение Человеческому Разуму Красоте Человеческого Тела Спорт Наука Театр Это Всё Пришло От Греков И В этом Мире Мы Выросли И В этом Мире Мы Должны Открыть Путь К Нашему Предназначению Вернуться В дом Который Построили Наши Працы Подойти Книге Книг Которую Мы Получили У горы Синай И Стать Компаньонами Творца Ашербара Элоким Ласот То, что сотворил Творец Чтобы делать Чтобы у человека Была часть В творении мира И это зависит От его выбора То, насколько он выбирает Впустить Творца В свой мир Или вернее Прекратить Выталкивать Творца Из своего мира Потому что Это право Которое Дал Творец Человеку И это То, что Сказано Урамбома Не так Как говорят Глупцы Мира Народы Мира И не так Как говорят Недоделанные Из Народа Израиля Что Творец Определяет Заранее Определяет Что Такой-то Будет Злодеем А такой-то Будет Праведником Но это Не так Каждый Человек Может быть Праведником Как Мошер Абейну Либо Выбрать Для себя И стать Злодеем Как Ярабам Бенават Не сказано Что Он может Выбрать Быть Пророком Как Мошер Абейну Урамбома Сказано До него И после него Не будет Такого Уровня Пророчества Он Отец Всех Пророков Но Стать Праведником Победить Полностью В себе Дурное Начало И посвятить Себя Полностью Творцу Это Называется Праведник Либо Злодей Ярабам Бенават Это Первый Царь Израиля Который Отделил Десять Колен И Сам Грешил И Заставлял Грешить Весь Израиль В Дании В Бершеве Он поставил По золотому Идолу И сказал Эле Элогейха Израиль То что говорили Эр-Эврав Когда был построен Семнадцатого Томуза Золотой Телец Телец Который И вернемся И вернемся Творцу А в первом Законе Пятой Главы Он говорит Право Дано Каждому Человеку Если захочет Он может Склонить себя На путь Добра И быть Праведником А если захочет Склонить себя И быть Злодеем И продолжает Рамбов То что Сказано Что это Великая Основа И столб Всей Торы И заповедей Как сказано В Торе Посмотри Я дал тебе Сегодня Жизнь И добро Смерть И зло И написано Посмотри Я дал вам Сегодня Благословение И проклятие Другими словами Право Выбора В ваших Руках И все Что захочет Человек Сделать Может делать Хорошее Или Плакое И не заставляет Творец Людей По его Приказу Делать Добро Или делать Зло Но их Сердца В их Руках Это То что Учит Учитель Всего Еврейского Народа Рамба Так вот Греки Говорят То что Не можем Мы Почувствовать Нашими Пятью Органами Чувств То что Мы не можем Осознать Своим Разумом Этого Просто Не существует И первое Слово Торы Опровергает Всю эту Ложную Веру Греков Берешит Творец Первым Речением Решит Сотворил То что Для греков Абсолютно Непонятно И если бы это Не сказано было В Торе Мы тоже Не могли бы Этого Понять Что для нас Время Это протяженность А первое Слово Берешит Говорит О сотворении Времени Это то что Говорят греки Есть ли мир Время Всегда Материя Всегда Мир Всегда Мир первичен И в этом То что Они отрицают Божественное Присутствие И мы с вами Сейчас Учим Главы Которые Описывают Как еврейский Народ Выходил Из Египта И как Опустились На Египет Десять Казней И говорит Пророк Что те Самые Десять Казней Которые Опустились На Египет Были Курсами Лечения Для Евреев Ведь И мы Там Большинство Народа Кроме Колено Леви Присоединилось К египтянам Поклонялись Их Идолам Отказались От Обрезания И благодаря Шкин Нарывы На людях Пришли Научить Леманты Даки Аниашем Бакер Ваарц Чтоб ты знал Что я творец На земле А последние Четыре удара Пришли Научить Нас Тому Что нет Никого Подобного Тебе Все силы И все Возможности Только у Творца В нашем Мире Это невозможно Чтобы лед Нес в себе Огонь А Перед Творцом Разве Есть что-то Невозможное И поэтому Барат Град Сначала Он ударял Египтянина По голове А потом Этот Лед Разбиваясь Обжигал Его огнем Восточный Ветер Приносит Саранчу А западную Уносит То что Для египтян Тьма Для евреев Свет И наконец То тот Кто знает От какой капли Рождается Первенец Умирали Первенцы В Египте И в эту ночь Выбран был Еврейский Народ То что У горы Синай Творец Говорит Бни Бехури Исраэй Мой сын Первенец Израиль Мы Вышли Из Египта И только Тот Кто вышел Из Египта Он может Отсчитывая 49 дней На 50-й день Получить Тору И если В эту Ночь Творец Поднял Нас С 49-й Ступени Тумы Нечистоты В которой Мы были Погружены В Египте На 49-ю ступень Святости Торы А утром 15-го Несана Когда мы Вышли Мы Начинаем Отсчет 49-и Деней К Дню Когда мы Сможем Получить Тору И это Наш Труд По Преодолению Всех Сил Нечистоты Которые Заключены В каждом Человеке Но Творец Ждет От нас Чтоб Мы Приложили Усилия Сейчас В наше Время Мы Отсчитываем Сферат Омер А тогда Мы считали Дни По Приближению Горе Синай Чтобы Мы Могли Стать Сосудом Который Может Вместить Этот Безграничный Свет И Когда Мы Сказали Раша Объясняет Пятого Сивана За день До Что бы ты Нам ни Дал Мы Готовы Исполнять Творец Сказал Так Написано В 88 Листе Вавилонского Талмуда В трактате Шаббат Кто Открыл Тайну Эту Моим Сыновьям И я Уже Рассказывал Про то Что Мой Учитель Равиц Как Зильбер Там На седьмой Ступени Геенома В советском Уголовном Лагере Учил Трактаты Седора Тарот И что Мой Учитель Второй Гаонра Мойше Шапира Зацаль Он Впервые Начал Давать Группе Уроки По Седору Тарот А потом По его Указанию Был открыт Колель Тарот В котором Учатся Большие Еврейские Мудрецы И пишут Талмуд На Эту Мишну И открывают Объясняют Глубинные Основы Этого Седора То что В свое Время Сделал В Радине Открыл Колель Котчим Первое Священие Коин Гадоль Хофет Скай И там У него Учились Коаним Рав Каганеман Который Возглавил Ишиву Поневиш Потом В Израиле Рав Испоневиш И другие Чтобы подготовить Поколение К тому Что Вот-вот Спустится С неба Храм И как же Мы будем Там Служить Если мы Не будем Знать Законы А Следующий Раздел Мишна Йот Это то Что Колель Такой Открыл Гаон Рав Мой Шапир Зацаль Чтобы Евреи Пришли К этим Равинам Которые Учат Досконально Эти законы Очищения И Благодаря Им Они Смогут Очиститься И Войти В храм А ведь Мы Находимся В поколении Иквитеда Мишиха И вот Эти Великие Праведники Нашего Поколения Рав Ицкак Зильбер Зацаль И Гаон Рав Мой Шапира Зацаль Они Проложили Эту Тропинку Они Подготовили Путь По которому Завтра Уже Сегодня Распространяется Сеть Коли Лейтарот Вечерние Коли Лейтарот Открываются И Это Это То Что Творец Говорит Сделайте Постройте Мне Бейт Мигдаш И я Буду Находиться В вас И Это Великая Основа Вет Вет Целем Элук По Подобию На Всесильного Сотворил Творец Этот Мир На Одном Из Уроков Мне Пересказали Мы знаем Что Когда Мы Надеваем Тфелин Мы Пишем На Себе Имя Творца Который Установил Границы Миру Ше Амар Ле Оламо Дай На Руке Мы Пишем Букву Шин Затылки У нас Узелок Далит Здесь У нас На Тфелин Маленький Узелок Это Буква Юд Шин Далит И Юд Я Не Произношу Это Имя Это Имя Написано У нас На Мезузах Это То Что Мы Пишем На Своем Теле Надевая Тфелин Но На Одном Из Уроков Гаон Рамуйша Шапира Привел Рабейну Бехае Рабейну Бехае Пишет Об этом Что Сам Человек На нем Написано Это Имя Он Объясняет Что На Тфелин Который Мы Надеваем На Голову С одной Стороны Шин С Тремя Палочками А на Другом С Четырьмя И Есть Разница Между Ними Тот Тфелин Который С четырьмя Головами Это Говорится Просвет Который Окутывает Весь Мир Это Говорится О Той Шхене Которая Окружает А Шин С Тремя Палочками Это Тот Шин Который Ташкина Которая Находится Внутри Если Человек Заслуживает Он Становится Тем Находится На теле Человека И Там Где У Человека Брит Кодыш У Еврея Там Буква Юд Шин Потом Далит Потом Юд И Это Это То Что Видели И Ощущали Все Гаон Равмой Шапира Куда Бо Он Не Приходил Где Бо Он Оказывался Все Подтягивались Все Как Бо Хотели Подняться На Цыпочки Потому Что Сюда Входил Царь Потому Что Мне Стало Понятно Он Всегда И Днем И Ночью Нес На Себе Это Имя Творца На Своем Теле И Когда Три С Половиной Недели Тому Назад Сняли Эти Тфелин Которые Он Нес Всю Свою Жизнь Его Тело Его Душа Предстала Перед Творцом И Дала Отчет За Все Прожитые Годы Жизни Но Показатель Того Если Плачут Когда Провожают Еврейского Мудреца Это Показатель Что Ушел Великий Праведник Который Здесь В мире Открывал Проявление Творца Обычно Когда Умирают Такие Великие Главы Ишиф Как Гаон Рамоша Шампира Отовсюду Прекращают Занятия Привозят Автобусы С учениками Здесь Было По-другому Когда Мы Провожали Нашего Учителя Сотни Тысячи Десятки Тысяч Единиц Каждый 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 Пришел Его Никто Не Звал Объявили Как Ушел Наш Учитель И Слезы Умывали Лица Этих Учеников Они Оплакивали Свою Тоску Своё Горе У них Забрали Учителя Жизни Но Часто В своих Уроках Гаон Раммыш Шапира Приводил Пример Что Называется Жизнь Он Вылучил Это Из Источника Живой Воды Ма Ян Ма Им Хаим Что Это Значит Всё Время Непрерывно Эта Вода Из Источника Отправляется Наружу И Даже Если Перекрытие Бетонной Перегородкой Она Найдет Путь И Отправится Есть Такой Закон Что Когда Течет Вода Этого Источника Она Очищает И Несомненно Она Связана С тем Источником В котором Есть 40 СА Воды Но Вот Тот Кто Ощутил Вкус Хотя Бо Одной Капли Из Этого Источника Живой Воды Это Эликсир Жизни Так Называется Тора И Получив Жизнь Его Задание Передать Ее Дальше Это То Что Мы Получили От Нашего Учителя Гаона Равмойша Шапира И Это То Что Мы Видели Каждое Мгновение Жизни Так Жил Наш Учитель Великий Праведник Рав Ицкак Зильбер Чтобы Память Праведников Была Благословен Немеш Немеш Немеш